Я отвечаю на вопросы журнала Financial Times для статьи, которую они напишут об Академии Хана. Первый вопрос. Откуда у вас способность эффективно усваивать, объединять и преподавать такой широкий круг тем? Думаю, простой ответ таков. Я действительно люблю заниматься этим, а также это связано с некоторыми обстоятельствами, или так устроен мой мозг, или же мне преподавали по-разному, а я не помню, откуда именно это взялось. Я очень давно понял, что существуют два способа выжить в системе, причём под системой я имею в виду общество в широком смысле. Знание можно рассматривать как нечто, что надо выучить наизусть, или как что-то, где есть конкретные последовательности явлений, или как что-то, наделённое понятиями, что можно понять, усвоить и собрать воедино. Думаю, мне повезло, что я с самого начала лучше усваивал и соединял понятия, чем заучивал наизусть, или чем замечал закономерную последовательность явлений. Вообще-то, я думаю, что у меня плохая память. Собственно, моё умение помогло мне вполне успешно справляться на научном поприще, а затем это постепенно стало играть роль в моей работе. Видимо, это вполне естественная вершина. Едва ли я уникален в этом отношении. Не думаю, что это уникальная личностная особенность. Это та естественная высота, которую берут люди, когда действительно серьёзно изучают некий предмет. Это то, что отличает людей от большинства животных. Мы любим учиться. Мы любим понимать. Мы, в самом деле, от природы любопытны. И немножко грустно, что много людей не в восторге от усвоения и синтеза разнообразных областей знания. Особо остановлюсь на разнообразии предметов. Мне интересен один факт. Я много об этом узнал от младшего коллеги в инвестиционном фонде. Анализируя разные компании, разные индустрии, чем больше ты смотришь на разные темы, тем больше общего ты видишь, тем больше связей между предметными областями можно найти, и тем скорее можно понять, как устроен мир. Думаю, так появляется понимание всякой предметной области. Ты смотришь на области знания и понимаешь взаимосвязь. Если сосредотачиваться только на одной области, можно не полностью изучить даже одну эту область. Следующий вопрос. Как у вас возникла разносторонняя осведомлённость о таких разных предметах, ведь множество людей, изучавших эти предметы, не смогло бы так успешно их преподать? В некоторой степени это будет ответ, похожий на предыдущий. Я люблю рассматривать, изучать и думать. Я люблю просто сидеть на скамейке в парке, размышляя, а размышлять надо о чём-то, и поэтому мне нравится изучать разные области знания, находить параллели, испытывать озарение, видеть совершенно чудесные вещи, которые люди не поняли или которым не уделяли должного внимания. Что же касается неумения преподать, то я согласен, что есть много умных людей, кто знает предметные области, но не умеет их правильно преподавать. Но я надеюсь, что больше людей станет преподавать лучше, что мы таких людей найдём, и что они даже присоединятся к преподавательскому составу Академии Хана. Важно помнить, что многие люди, эксперты в определённой области знания, испытывают трудности, объясняя их учащемуся. Буду откровенен, я знаю немного, но достаточно о мире. Думаю, у меня есть простые модели, и я выработал для себя умение разлагать сложные вещи на простые, чтобы я имел дело с их упрощёнными моделями. Думаю, некоторые люди умеют удерживать в голове и сложные модели. Если вам запомнилась сложная модель, очевидно, вам будет труднее рассказать о ней в силу её сложности. Но большинство таких моделей может быть приведено в более простой и изящный вид, чтобы удобнее было о них мыслить. Ещё вопрос. Всегда ли вас привлекало такое разнообразие тем, как вам удаётся поддерживать любопытство, есть ли, по-вашему, слишком скучная для изучения и преподавания тема? Как я уже сказал, да, меня всегда привлекало… Знаете ли, я, пожалуй, возьму эти слова обратно. В раннем детстве я очень любил две вещи. Я любил искусство — рисовать карандашами, красками, когда я был совсем ребёнком. Когда я пошёл в школу, меня рассматривали как человека, который будет рисовать картины, мультфильмы и так далее. А ещё я любил математику. В начале своего образования я не особо любил читать, и не особо любил писать, и считал это тем, что мне не удавалось. Иногда, когда я читал, я мог просто сидеть на одном предложении, перечитывая его много-много раз, и, соответственно, читать одну страницу целую вечность. Это меня действительно угнетало. Только позднее я как бы в некотором роде смирился и стал смотреть на это по-другому, позволил себе изучать предметы, не осуждая себя и не обращая внимания на осуждение других людей. И я стал понимать, а ведь на самом деле мне очень нравится читать и писать, ведь это способ общаться, а я люблю анализировать способы аргументации. Урок для меня здесь заключался в том, что можно думать, что ты что-то не любишь, и обнаружить, что это не только неверно, а даже наоборот, и вначале просто возникло предубеждение. Что касается второй части вопроса, есть ли что-то слишком скучное, чтобы его изучать и ему обучать, ответ — нет. Такого знания не существует. В данный момент есть вещи, которые я воспринимаю как несколько скучные, но у меня есть ощущение, что на самом деле это так преподается или преподносится миру, что люди думают, что это скучно. Я открыл для себя, что даже что-то вроде бухгалтерского учета не скучно. Вы говорите кому-нибудь бухгалтерский учет, и он думает, что это скучно. А я помню, что когда я пошел учиться бизнесу в ВУЗ, меня озарило, что в действительности это завораживающие предметы, а не что-то вроде глупого крохоборства. Это и не просто ведение книги учета, это отражение посредством символов и чисел действительной бизнес-реальности или некого процесса. Многие люди слышат слова «бухгалтерский учет», и все же могут сказать, что это не скучно, поверь, это может быть интересно. На самом деле, на понимание людьми бухгалтерского учета и на его видение ими повлиял экономический кризис. Думаю, я не встречал опровержения своей мысли. Сам предмет не скучен, скучно то, как его подают. Практически любая тема интересна, если на нее посмотреть под правильным углом. Дальше вопросы. Чем вы занимаетесь в свободное время? Что читаете? Какие фильмы и искусство вам нравятся? Можно подумать, что Академия Хана занимает все ваше время. Ответ на этот вопрос претерпел сильные изменения за последние три года, с тех пор, как у меня появились дети. Мое время теперь более ограничено, и я не могу делать все то, что когда-то любил. Раньше, когда я еще не был женат, и у меня не было детей, я очень любил активный отдых. Я любил ходить пешком. Надеюсь, скоро я смогу это делать с детьми, пока они слишком маленькие для прогулок или походов. Но именно это я очень люблю — активный отдых. И еще мои хобби — это игра на гитаре, рисование, но я вовсе не утверждаю, что я хорошо это делаю. Я просто люблю это делать для себя. Это творческое самовыражение. Что касается чтения, я читаю много научной фантастики, что, может быть, и неудивительно. А еще, честно говоря, я люблю перечитывать книги, которые меня, так сказать, заставляли читать в школе и университете. Когда я возвращаюсь к книгам и перечитываю их уже для себя, мне они начинают нравиться. В общем, я читаю много научной фантастики, классических произведений, и обнаружил, что на них можно смотреть под другим, более свежим углом. Ведь когда ты позднее читаешь книги для себя, ты старше, и ты больше знаешь о жизни. Надеюсь, что мне предстоит узнать о ней еще больше. Научная фантастика — это весело, само по себе, это хороший сюжет, они расширяют кругозор и заставляют думать. Например, есть много вещей, которые наше общество считает само собой разумеющимися, а научная фантастика может их выставить в новом свете как нечто произвольное и показать, что могло быть и по-другому. А я думаю, что так и может обстоять дело. Научная фантастика — один из лучших способов расширения фантазии и кругозор относительно того, что возможно и что нет. Какие фильмы и произведения искусства вам нравятся? Ну, опять же, я люблю научную фантастику и эпические произведения, будь то фильм «Храброе сердце», «Властелин колец» или «Крестный отец». Я не думаю, что я уникален в своём вкусе. Ещё моя жена показывает мне время от времени какую-либо серию «Фелисити» от Netflix, и мне это тоже нравится, хотя это и может показаться смущающим. Можно подумать, что Академия Хана занимает всё ваше время. Это большая часть того, чем я занимаюсь. Ещё я занимаюсь детьми. В течение дня я занимаюсь Академией Хана. Вечер я провожусь с женой и детьми. Также я стараюсь читать хотя бы одну книгу, пока я еду или когда ложусь спать. Теперь мои дети становятся старше, и у меня появляется немного больше времени, чтобы вернуться к активному отдыху и творческим проектам. Какие предметы вы хотите, чтобы Академия Хана покрывала в своём учебном плане? Школьная ли это программа по математике или наукам, или же это больше, чем стандартная школьная программа? Закончится ли проект когда-нибудь? На второй вопрос проще ответить — нет. Проект никогда не остановится. Думаю, можно рассказать о бесконечном числе тем. И ещё мы всегда можем лучше рассказать о том, что уже рассказано, и мы всегда можем рассмотреть что-либо под другим углом зрения. Я не думаю, что всё это когда-либо закончится. Это не только школьная программа. Даже сейчас это уже не только лишь школьная программа. Есть материалы университетского уровня, даже уровни аспирантуры. Есть материалы по экономике и финансам. Ещё мы привлекли двух преподавателей по истории искусства. Это новый состав Академии Хана. И они преподают историю искусства на довольно высоком уровне сложности. Также мы начали снимать видео с преподавателями из Стэнфордского медицинского колледжа и из других мест. И мы обращаемся даже к врачебному искусству. Конца этому нет. Мы действительно хотим объять всё, что помогает сформировать кругозор, понимать окружающий мир, быть продуктивным, счастливым, вести интересную и насыщенную жизнь. Так что выходит, что мы хотим объять всё. Следующий вопрос. Академия Хана привлекает всё большую аудиторию. Смущает ли вас, что больше и больше учащихся учатся по одним и тем же материалам? Есть ли риск единообразия учебных материалов? Мы думаем над этой проблемой. Именно поэтому мы привлекаем новых преподавателей. Скоро присоединится кто-то по математике, и он будет преподавать с несколько другой точки зрения. Хотя я и думаю, что мы думаем схожим образом. Наша цель — повторяться. Мы на самом деле только начинаем разбираться в том, что делает видео хорошим. Если кто-то снимает хорошее видео по какой-либо теме, или можно рассматривать её с другой точки зрения, мы надеемся включить видео в нашу медиатеку. Мы не считаем, что должен быть миллион разных преподавателей, но мы полагаем, что по предмету может быть два или три преподавателя с разными взглядами на что-либо. Мы считаем, что это хорошо. Мы также начинаем введение в совершенно разные дисциплины, и проделали это в видео по медицине, и в некоторых видео по экономике мы вводим обсуждения. Это, например, и то, что делают два историка искусства — Бет Харрис и Стивен Цукер. Они разговаривают на тему искусства, о каком-либо произведении искусства. Это и то, как я и другой преподаватель разговариваем о каком-либо научном явлении. Вы смотрите обсуждения и понимаете, что могут быть две разные точки зрения. Я думаю, что так лучше. Вы ходите в университет, где много преподавателей, но когда вы посещаете курс введения в американскую историю, вас учат только по одному источнику. То есть есть только один преподаватель или только один преобладающий учебник по какому-либо предмету. Мы думаем, что можем обеспечить больше точек зрения, чем обычно бывает. Думаю, сила интернета в том, что никто не сможет располагать одним преобладающим голосом, и если кто-то так считает, особенно если это что-то плохое, то он проиграет, потому что интернет избавляется от всех таких посредников. Больше нет никаких смотрителей. Это не издательская фирма 50 лет тому назад, где издавалось только то, что люди способны найти. Теперь можно найти все и везде, и по правде любой может заниматься тем, что я делаю с помощью YouTube, и думаю, это хорошо и полезно, что существуют другие точки зрения. Следующий вопрос. Почему вы сосредоточились на сфере образования? Думаю, можно просто ответить, что мы все в академии заинтересованы в общедоступном образовании, вне зависимости от того, являемся ли мы профессионалами в области образования, мы все провели достаточно времени внутри образовательной системы. И я не исключение. У меня было неотступное ощущение, когда я проходил через это, что, может быть, лучший способ учиться и учить. Я видел, что студенты просто находили связь явлений, просто заучивали наизусть, как мало удерживается в памяти, сколькими ресурсами люди располагают, и все равно не переходят на новый уровень, выполнив творческую работу, и у них натянуто получается мыслить. Кажется, что мы находимся на точке перегиба в истории, происходит информационная революция, и немыслимо думать, что революция происходит практически в любой области, за исключением образования. Я думаю, что для образования тоже должно быть что-то, и, отвечу на более ранние вопросы о моих интересах, мне нравится этим заниматься. Я пришел в инвестирование, потому что я любил узнавать новое о различных проблемах. Мне нравилось разговаривать с сельскохозяйственным производителем первый час и общаться с железнодорожной компанией второй, затем говорить с компанией-посывщиком ПО, а после с владельцем трубы, по которой поставляется природный газ. Так можно было изучить, как устроен мир. А это как раз образование, изучение работы мира, изучение разных способов думать, иногда с целью стать более полезным, счастливым членом общества, ведущим интересную жизнь. Я не могу представить себе что-то лучшее, на чем можно было сосредоточиться. Думаю, таков простой ответ. Это что-то интересное мне лично, но определенно это разрастается, и появляется эффект ряби, который может продолжаться не просто несколько лет, а целое поколение. Это как раз одна из тех грандиозных идей, которые, как я уже сказал, мне нравятся. Далее. Беспокоитесь ли вы о состоянии государственного образования в Соединенных Штатах? Я думаю о состоянии государственного образования не только в США, а везде. Да, я могу сказать, что обеспокоен состоянием образования повсеместно. Взять хотя бы то, что много людей бросает школу, при этом, я считаю, вряд ли частные школы сильно лучше. Идёт отбор учеников, которые будут хорошо справляться, если дать им книгу, учеников, которые происходят из семей, где распространено высшее образование, из богатых семей, которые могут позволить частных репетиторов. Например, в области залива Сан-Франциско частная школа стоит 30 000 долларов в год. Я не знаю, как они справляются с такими ресурсами, и я не вижу кардинально лучших результатов у частных школ, которым надо платить 30 000 долларов ежегодно по сравнению с государственными школами, которые тоже служат людям. Результаты одинаковы. Либо же по некоторым параметрам государственные школы даже лучше частных. Я думаю, что эта модель в целом верна для… Говорят, что наша университетская система лучшая в мире. Проводятся качественные исследования, и это то, чем университеты знамениты. Но с точки зрения преподавания в них нет ничего, что я бы посчитал именно новаторским, что не заслуживало бы улучшения. Я думаю, что всегда есть куда расти. Я озабочен общим состоянием. На самом деле, что касается образования, мне интересна общая ситуация, то, как люди учатся, независимо от образовательной системы. Что вы думаете о роли начального образования как средства достижения деятельного и процветающего общества? Это крайне важно. Все дело в этом. Если нет начального образования, нет и способа, с помощью которого можно построить деятельное и процветающее общество. Нужна базовая безопасность, базовая инфраструктура, и нужно образованное население. Сейчас это верно, как никогда. Раньше были работы, где важен был только ручной труд, но с развитием технологий день за днем он становится все менее релевантным. Чтобы люди действовали, вносили куда-либо свой вклад, чувствовали себя нужными, им нужно подняться на одну ступеньку вверх. В ручном труде все меньше и меньше нужды, потому что появляются машины и информационные технологии. Работа белых воротничков, ориентированная на процесс, также уйдет. Давление будет нарастать, и действительно, нужной работой станет творческой. Недостаточно просто научить людей какому-либо процессу, формуле, закономерностям и схемам. Их нужно научить творчески мыслить, изобретать, решать задачи, которые раньше никогда не вставали. Да, я думаю, это не просто отдельно взятый ингредиент образования. Это краеугольный камень деятельного и процветающего общества. Последний вопрос. Считаете ли вы, что Академия Хана может помочь обратить потери в качестве государственного образования? Возвращаясь к вопросу об образовании, не думаю, что дело в государственном или частном образовании, и начальном или среднем образовании. Надеюсь, Академия Хана поможет поднять уровень образованности или обучения. Я не буду делать голословных утверждений о том, что мы решили эту проблему или близки к ее решению, но, я думаю, то, что любопытно в Академии Хана, между нами есть сильная тяга, и мы стараемся вдумчиво улучшать то, что у нас уже есть. Добавьте к этому наше умение делать повторы, быстро переходить от одной темы к другой, вдумываться и работать над собой. Я думаю, мы только коснулись верхушки айсберга, копнули совсем чуть-чуть, а на самом деле впереди долгая дорога. Надеюсь, что наша деятельность поможет учебе в целом.